Доброе утро! Всем здравствуйте! Вот и наступил четверг, сегодня 11 февраля. Вы смотрите программу Новый день, друзья! Да, друзья, такой довольный Иван соскучился. По вам, телезрители, я тоже по вам скучала. В студии для вас сегодня работают Елена Мельвет и Иван Камельков. И у нас сегодня в программе будет столько всего интересного. Да, у нас еще будет наш фудблогер Алина Вдовиченко. Ее рубрика «Время есть». Я точно знаю, что многие из нашей программы по ее рецептам готовят дома, радуют своих близких. Вкусно с тебе! Идем далее. В гости к нам придет шеф-повар. Ресторан на доставке «Матрешка-ложка». Будем проводить очень интересный эксперимент прямо у нас в студии. Да, программа сегодня у нас будет вкусной в прямом и переносном смысле. Также вас ждет наш ежедневный гороскоп. Узнаем, что же пророчат нам звезды каждому знаку зодиака. И сегодня, внимание, выйдет, наконец-то, наша долгожданная первая серия проекта «Пять свиданий», второй сезон, в котором мы познакомимся с парами-участницами. В этом проекте участвуют влюбленные пары. Кто-то из них состоит в браке, а кто-то еще нет. Одни воспитывают детей, у других детей еще пока нет. Все разные, но все очень интересные и очень влюбленные, я бы сказал. Да, Ваня уже посмотрел эту серию до выхода в эфир, так сказать, заглянул в монтажку, знал все секреты, но он вам их и не расскажет, мы немножечко поинтригуем. Дождитесь этой серии, этой первой серии. Ну и краткая информация о сегодняшних праздниках. Итак, 11 февраля, что же можно отметить? День рождения парохода. Ну почему бы нет? Человек-пароход. Нет, просто пароход, кстати, изобрели его в Америке. А вот первый российский пароход появился в 1815 году в Петербурге и называли его Елизавета в честь царицы. Вы кто-то изобрелался? Да, вот тоже интересный и влюбленный какой-то праздник. Друзья, ну а сейчас пришло время посмотреть самую вкусную рубрику «Смотрим. Время есть». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ммм, какая наивкуснейшая рубрика! Друзья, а перед тем, как мы перейдем к следующей рубрике, я бы хотел рассказать о проекте, который посвящен 23 февраля, Дню Защитника Отечества. Он называется «Без присяги». Да, друзья, «Без присяги»! Это совместный телепроект телекомпании «Акция с программы «Новый день» и воинской части 3695. Такого мы еще ни разу не проводили. Вот, ну ни разу. Если вы на «Ты со спортом», то пишите нам в директ программы «Новый день». Расскажите о себе и вы можете стать участником проекта. В чем он заключается? Вот, Ваня, тебе, мне кажется, тоже было бы это интересно. В чем суть проекта? В том, что вы ровно на сутки попадаете в армию. И поэтому главное условие какое? Пройти испытания, которые для вас подготовили военнослужащие. Это суть проекта. Но главное условие, что вы не должны были проходить раньше службу в армии. То есть в армии вы не были. Вы дружите со спортом и вы не были в армии. Вот они два условия, которые нужно для того, чтобы стать участником. Интересный проект тоже после проекта потом этого выживет. Но об этом мы не будем рассказывать, друзья. Ваня, вот сейчас никто к нам не пойдет после этого. Да не, пойдут. Вот, мужики, вы же хотите себя проверить. Вот, хорошая проверка. Еще и на телевидении можно засветиться. Но сейчас мы посмотрим совершенно другую историю. Историю любви в первой серии проекта «Пять свиданий». Второй сезон, который посвящен празднику Дню всех влюбленных. Да. И генеральный спонсор проекта – сеть фирменных магазинов «Ямагучи». Компактный велотренажер «Ямагучи». Запуск в три шага. Раскладываем ножки. Регулируем сиденье. Устанавливаем педали. Занятия доступны в любом месте. «Ямагучи». Ценность неподдельных эмоций. Предельная искренность. И необычный рандеву. Все это проект «Пять свиданий». А Рома такой посмотрел на часы и говорит «Время целоваться». Обнял меня и поцеловал. Это был наш первый поцелуй. Герои второго сезона – влюбленные пары. У каждой своя история, свой жизненный путь. Я решил познакомиться с девушкой. Оказалось, вот приятная девушка по имени Настя. Наши участники – это люди, готовые к экспериментам. Их чувства крепкие и настоящие. Идеально слишком. Мы отдыхаем вместе. Как в кино. Одиночество – это не их удел. Они знают, что такое любовь и расскажут нам. Она ходила ко мне в магазин, ей было 16 лет, она ходила и строила мне глазки, выглядывая из-за витрин. С одноклассницей Катей. Эта история вершится на ваших глазах. Пять пар, пять свиданий, один победитель. И кто им станет, зависит от вас. Александр и Екатерина Хакимулины. Вместе уже 9 лет. Воспитывают двух сыновей и дочку. Мальчики – это дети Екатерины от первого брака. Хакимулиных объединяет не только любовь, но и спорт. Дзюдо, смешанное единоборство, кроссфит. Общие интересы только укрепляют семейные отношения. Кстати, знакомство пары произошло в социальных сетях. История интересная. Мы познакомились вообще на одноклассниках. Ну, и, в общем, завязалось общение у нас, общались, общались. Потом, говорит, тебя не смущает, что у меня двое детей? Я даже не увидел их сначала. А потом уже это. Екатерина тогда жила в Челябинске и возвращаться в родной Ангарск не планировала. Но знакомство с широкоплеечим блондином Александром все изменило коренным образом. Она маленькая, худенькая. Хотелось ее обнять и защитить. Вспоминает Александр их первую встречу. Но эта встреча могла и не состояться. Несколько дней пара ничего не знала друг о друге из-за перебоев сотовой связи. То есть в Челябинске же нету Теледва, только МТС. А у него Теледва, а у меня МТС. Ну, я нашла способ. Я с МТСом, оператором договорилась. Она позвонила в оператор Теледва, спросила абонент, что с вами случилось. Перезвоните девушке. Эльвира Фомичева и Владимир Яцун. Самая молодая пара проекта. Эльвире 20 лет, Владимиру 22 года. Ребята признаются, что у них все общее. Бюджет, цели, планы, а также интересы. Оба любят поиграть в боулинг, болеют за хоккейный клуб «Ермак» и прекрасно катаются на коньках. А знакомство их началось с сообщения в социальных сетях. Личная встреча только усилила притяжение. Я не увидел все хорошие качества, которые, в принципе, искал. Она заботливая, тому хозяйка. Она все готовит. Прибирает, думаю, всегда чисто. Она за чистоту. Я люблю чистоту, она любит чистоту. Она, конечно, педантичная, но слишком. Даже очень. Где-то надо подумерить. Это и она такая. Вместе они уже шестой год. И все родные, друзья и знакомые периодически интересуются, когда же свадьба. Будет, говорят ребята. Но сначала нужно обзавестись собственным жильем и твердо встать на ноги. Эльвира – идеальная женщина и никто другой мне не нужен, признается на интервью Владимир. Впрочем, сама Эльвира в серьезных намерениях своей второй половинки и не сомневается. Сказал – сделал. Вот это про Вову, это сто процентов. Он решает все мои проблемы, не говоря мне ни слова. Он уже звонит и скажет, все, так-то, так-то сделано, все решено. Чего бы это ни касалось, причем вообще. А это Алиса Измайлова и Роман Буянов. Их путь к совместному будущему был долгим. Пара знакома уже 15 лет. Но тогда Роман о любви с Алисой и не помышлял. Девушка была несовершеннолетней. Я работал в Продолите, а она ходила ко мне в магазин. Ей было 16 лет, и она ходила и строила мне глазки, выглядывая из-за витрин так. С одноклассницей Катей. Все, потом я уволился, и через какое-то время мы... пересеклись случайно. Роман уволился из книжного магазина и стал заниматься продажей сим-карт. Алиса купила одну из них, но карту Роман предложил оформить на себя, потому что девушка была несовершеннолетней. Сейчас оба со смехом вспоминают, что каждые полгода Алиса теряла сим-карту и приходила к Роману, чтобы он ее восстановил. Потом наша героиня уехала жить в Москву. У каждого из них появились свои семьи, родились дети. Переписывались они редко, в основном, чтобы поздравить друг друга с днем рождения. Первые браки распались, а отношения между ними переросли в романтические только по возвращению девушки в Ангарск. Он просто говорит, пойдем кофе попьем. Я такая думаю, я его знаю, 50 лет уже, господи, можно сходить попить кофе. Это было 22 мая. Рома говорил, я только с выпускного сына. Все деньги закончились. Да-да-да. Сколько было выгреб на стол, она доплачивала. Такое замечательное свидание у нас было. Роман и Алиса вместе уже 5,5 лет воспитывают сына. Глава семьи рассказывает, что Алиса особенная. Отличается от всех женщин, которые были и есть в его окружении. У них много общего, начиная от увлечения татуировками и заканчивая схожим чувством юмора. Четвертая пара нашего проекта – Лидия и Сергей Ждановы. Знакомы 5 лет, женаты 4 года. Воспитывают дочку, которую любовно именуют пуговкой. Как и многие пары в наше время познакомились в социальных сетях. Первым написал Сергей. И его грамотность произвела впечатление на Лидию. Все запятые были на месте. Первое свидание состоялось в парке Дворца культуры современник. Оно было мимолетным. Лидии нужно было уезжать в Иркутск. Через пару дней Сергей не выдержал разлуки, приехал и забрал девушку обратно в Ангарск. С первых дней покорил мое сердце. Легкость. То есть все равно когда-то там где-то что-то, какая-то тема все равно найдется, что обсудить, что поговорить. Когда легко с человеком, когда душа тянется к человеку, вот такие семьи должны быть. О легкости вообще не говорят оба партнера. А еще Сергей отмечает, что его супруга очень хозяйственная и заботливая. Всегда накормит его, уставшего после работы, вкусным ужином. А еще Ждановы любят покататься на велосипедах. Даже планируют приобрести детское кресло, чтобы дочка составила им компанию. И, кстати, самое запоминающееся их свидание также связано с велосипедами. В Иркутске раньше проводили велопробеги ночные, там в августе, в субботу. Я до этого ездил один, там со знакомыми. Ну и тут было, что мы уже с Лидой познакомились, нашли велосипед. Туда уехали, что-то часа в два, наверное, на электричке. И до шести утра, до следующей электрички, мы катались по Иркутску. Пятая пара проекта «Пять свиданий», второй сезон «Алексей и Анастасия Кузнецовы». Познакомились в детском лагере. Насте было 13 лет, Алексею – 15. Оба помнят эту встречу так, как будто она произошла вчера. Увидел, идет девушка в симпатичном платье. И вот я как бы, как парень уже умеющий в этом возрасте добиваться кого-то или чего-то, решил, думал, почему бы нет. И решил познакомиться с девушкой. Оказалось, вот приятная девушка по имени Настя. Сначала они просто дружили. Жили в одном районе, поэтому нередко случайно пересекались на улице. Подолгу общались, гуляли. Так появился романтический интерес друг к другу. А потом Алексей поступил в Восточно-Сибирский институт МВД. Четыре года жил в казарме. Настя ждала своего суженого, потому что уже не сомневалась, что он именно тот, кто ей нужен. Затем, как добрые сказки, свадьба, рождение сына. И сейчас, даже в суете рабочих будней, кузнецовы стараются найти время, чтобы провести его только вдвоем. Есть у них еще один секрет долгого семейного счастья. Секрет один – утром надо собираться на завтраке вместе. И все будет хорошо. Да нет, здесь просто нужно уметь уступать и ситуацию смотреть с другой стороны. Ставить себя на место своей второй половинке, по крайней мере, чтобы понимать, что может быть. Ну, это надо поспорить. Сегодня мы познакомили вас с героями нового сезона, самого романтичного проекта этой зимы «Пять свиданий». Их ждут интересные испытания и незабываемые рандеву. Но победит только одна пара. И выбрать победителя предстоит именно вам. Итак, сегодня мы положили начало истории, финал о которой пока не знает никто. Смотрите проект «Пять свиданий» в программе «Новый день». Хотим вам напомнить о нашем конкурсе «Телемама», который посвящен Международному женскому дню участнице этого конкурса «Беременные женщины». Внимание на экран. Говорят, что самая красивая женская фигура – это фигура беременной. А самые счастливые глаза – именно у будущей мамы. Программа «Новый день» на телеканале «Актис». объявляет конкурс красоты среди беременных женщин «Телемама». Цель конкурса – раскрыть новый образ беременной, как здоровой и активной личности. А также дать возможность будущим мамам поделиться и получить ценный опыт. Участниц ждут полезные занятия, эстафеты, фотосессии и многое другое. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету на сайте актис-тв.ру и отправить на почту программы «Новый день» в срок с 1 по 15 февраля. Заявки принимаются в формате видео длительностью не более одной минуты, плюс текст и фото. Подробности в инстаграм-аккаунте программы «Новый день». Это тот самый эксперимент, который мы анонсировали еще в начале нашей программы. Вот, с нами сейчас Андрей Карпенко, шеф-повар ресторана доставки «Матрешка-ложка». И он для нас приготовил вот этот вот эксперимент. Мы с Леной, честно признаемся, не знаем, что здесь на столе находится, какие продукты, какие блюда. И вот мы, благодаря вот этому вот, ну, то есть, нашим... Гостю? Да и коль гостю? Нет, гостя, он будет кормить. Мы будем пробовать, Андрей будет нас кормить, мы будем пробовать и угадывать, какие блюда сегодня приготовил наш шеф-повар. Да, у нас закрыты глаза, как вы уже видите. Ваня, где ты? Я зажму Ивану нос. Это что? Да, ну, чтобы не было никаких органов чувств. То есть, мы не будем видеть, у нас не будет обоняния, и руками мы тоже себе помогать не будем. Андрей, привет, ты готов? Я готов. Я не знаю, где ты, но тем не менее привет. Здравствуй. Давай, Андрей. Поехали. Давай. Кого ты первым и шкармит? Угу. Вас. Меня? Да. Лена. Пробуй. Так, ну, зажимаю. Нет. Ну, какой? Пеладельфе. Ничего себе. Не лайт, а очень такая сбит. Вот так вот тебя сразу же с первых же нот накарамели роллами. Очень вкусная. Свежайшая, мягкая. Слушайте, я вот сейчас буду догадываться, что будет дальше. Я правильно догадывал? Да? Все верно? Так, я могу подстроиться. Я все. Десерт. Что-то сладенькое, да? Что-то такое шоколадненькое. Угу. Ваня, что не темит? Брокколи есть? Тирамису. Это десерт. Шоколадный ролл. О, ролл. Ты говорил про него. Я говорил про него. Сыр маскарпоне и банан. Ваня, ты что-то просто знаешь. Чего это? Открываем. Ага. Ничего. Все, все, живо-здорово. Ты что, мимо руководства? Нет, я еще тарелку не снесла и поцарапал Андрея. Давай. Лена так хочет завтракать, что чуть тарелку не съела. Угу. Ну, что за ощущения передаваемые? Давай. Там есть лаваш. По-моему, что-то лаваше. Мясо? Курица? Да, есть мясо. Мясо курицы. Это ролл, что ли, опять? Похоже на что-то, типа рулета. Рулетик. Нажим, нажим. Что это? Точно что-то, Андрей, есть мясное, да? Есть. Нарезаешь как бекончик. Имеется там такое. И я впервые разговариваю с набитым ртом. Но это уж вкусно. Мама тебя не учила? Ну, мама учила. Когда я ем, я глухо нем. Это мясной рулет в лаваше? Нет. Это не лаваш? Нет. Это что-то в пляре? Нет. Это тесто. Это тесто. Это тесто. Это тесто. Продолжай, мне понравится. Нет, нет, нет. Пирожок? Нет. Пирожок? Это, ну, я думаю, что это рулет, верхушка в виде теста, а внутри мяско. Правильно? Нет. Боже, что это? Лена, ты вообще все мимо, ты уже действовал. Давайте дадим коллеги попробовать. Давай. Так, где тесто? Сейчас. Как-то салатиком пахнет. По-мужски так. Вот это очень вкусно. Ваня, что это? Ну, тесто чувствуешь? Ты что? Падает мне тесто. Точно. Ну, может быть, Андрей, не знаю, как называется это блюдо. Нет, вы знаете, просто... Не знаем это? Я знаю, что ты себя понял. Я вот сейчас еду в матрешку ложку обедать точно. А я провожу программу до конца, да, получается? Ну, это мясо точно есть, да? Есть. Копчененько дальше какое-то, по-моему. Только какое? Свинина? Бекон. Свинина. Свинина, угадал. Надеюсь, не муслимоний. Нет. Нет, все нормально. Андрей, ну прозывайся уже, что это такое? Это охотничья пицца. Охотничья пицца? Да. Ого. А как оно? Что в ней есть? С грибным соусом, с грибами, с охотничьими колбасками, с ветчиной и беконом. Обалдеть. Это очень вкусно. Как все вкусно. Честно. Открываем рот. И тесто совершенно настолько, ну то есть, как-то непонятно, то ли это тесто, то ли это какой-то лаваш, ну очень. Ты точно есть лук? Есть. Ты точно есть лук? Я его не ем, поэтому я... Андрей, чесночко нового накормить. Дадим, там есть лук. Говядина? Нет. Свинина? Да. Что-то хрустит, это огурец? Нет. Это шашлык. Да. Я ела шашлык. Можно его это борща налить туда? Рыбка красненькая. Ты же не любишь рыбу? Или ты не любишь их в аквариуме? Ммм. В общем, это ролл. Мой любимый, Филадельфия. Снимаем повязки? В общем, мы вкусненько поели, но мы хотим уже это лицезреть. Мы снимаем повязки. О! Да будет свет. Ух ты! Как все вкусно. А там что? А там пустота. А там все съели. Вот мы с Иваном вкусно покушали и пиццей, и шашлычка, и роллов. То есть, вот просто мечтаю не обед у нас был или завтрак, да? Сразу два в одном. И мы решили пообщаться с Андреем и все-таки узнать, кто же так нас вкусно кормил. Андрей, расскажи, пожалуйста. Вот смотри, матрешка-ложка. Очень популярна в ангарской сеть кафе матрешка-ложка. Но есть еще и ресторан доставки. Да, все верно. То есть, на чем специализируется ресторан доставки? Ведь блюдо же, наверное, отличается от кафе. Ну да, там стараются внести, так сказать, хороший вклад в это дело. Люди очень сильно стараются. Ну, я говорю про поваров. То есть, там они каждый день как-то пытаются превозвысить, что ли, себя. Вот. Что конкретно? Вот смотри, в доставке пицца, да, мы попробовали? Это же в доставке, да? Да. Роллы, шоколадные, стандартные, да, скажем, роллы. Шашлык. Это вот основной вид того, что вы доставляете? Или есть еще какие-то блюда? Есть еще блюда. Есть горячие блюда. То есть, первое, второе, салаты, бургеры, всякие разные закуски. Всего много. Все вкусно. Все вкусно. Ну, ресторан доставки, да, вот хотелось бы узнать поподробнее. Вот ваши выгодные преимущества, вот чем вы отличаетесь от, скажем, конкурентов, от других ресторанов доставки? Да, какие бонусы есть, возможно? Низкая стоимость блюда. То есть, то, что мы готовим, ну, я считаю, это очень низкая стоимость. Качественные ингредиенты у нас. И срок реализации очень быстрый. То есть, они не задерживаются у нас на складах. А что еще? Доставка от 700 рублей бесплатно. Что еще? Ожидание в течение полупрочаса. То есть, ну, по городу это нормально, да. У нас был Андрей Карпенко, шиповар ресторана доставки «Матрешка-ложка». Наш кормилец. Спасибо большое за дело. Вам спасибо. Гороскоп на 11 февраля. Овин. Этим утром вы будете помогать молодому сотруднику с его обязанностями или пониманием самой сути работы. Телец. У вас природный дар работать с публикой. Вам удастся разрешить любые проблемы. Близнецы. Вы боитесь быть сильно жесткими? Помните, что ваша главная задача – информировать и направлять. Рак. У этого дня богатый потенциал. Выбирайте новые варианты деятельности или модернизируйте старые. Лев. Ваша карьера может пойти в гору, если будете идти неизведанными тропами и отважитесь быть чудаком с новыми подходами. Дева. Появится много сил для работы, но если вы будете слишком настойчивы, то можете что-то испортить. Весы. Вы сосредоточитесь на всемирных событиях. У вас появится потребность поддерживать отношения с окружающими. Скорпион. Возможно, в этот день возникнет какая-то путаница. Вы больше не захотите принимать профессиональные решения. Стрелец. Вы найдете способ обойти практически любое препятствие. Без труда сможете определить правильное направление. Козирог. Какая-то запутанная ситуация между сотрудниками на работе потребует вашей изобретательности, чтобы навести во всем порядок. Водолей. Вам стоит принять участие в каком-то соревновании. Время поучаствовать в широкомасштабной деятельности. Рыбы. Можно начать новое дело, заключить сделку, обсудить с партнером вопрос, который все время откладывался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова